Уважаемые дамы и господа, я благодарен за приглашение выступить на специальном комитете и представить доклад о пытках влияния Кремля на отдельные страны ИС, выполненный журналистами на проекта досье. Доклад представлен членом комитета, вы можете его посмотреть, зайдя с предоставленным вам логином и паролем. Но я остановлюсь лишь на некоторых моментах. При изучении доклада нужно учитывать, что проект досье является журналистским проектом, получая данные от добровольцев, проверяя их по мере возможности. Чай информации не может быть подтверждена в суде информаторами из-за опасения за свою жизнь и жизнь родственников. Поэтому предоставляют материалы, предназначенные исключительно для информирования комиссии и, по нашему убеждению, являются в целом верными. Они не предназначены для опубликования без дополнительной проверки. Ну и, конечно, мы не претендуем на полноту информации. Факты и события, упомятое в докладе, смотрелись бы вполне приемными, если бы речь шла о добрососедских отношениях между странами или выстраивание таких отношений, как цели политики Кремля. Однако действия Кремля на территории Евросоюза трудно назвать дружественными. Скорее они напоминают возрождение холодной войны. Поэтому те же самые действия, которые выглядели бы нормальными со стороны Кремля, должны вызывать настороженность. Напомню факты очевидно недружественного поведения. В ходе официального расследования была установлена причастность российских спецслужб к отравлению Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году с помощью опасных радиоактивных элементов. Речь шла о применении оружия массового поражения в центре Лондона, в столице не воюющей с Россией страны. В 2009 году в Вене был убит чеченский сепаратист Умар Исраилов. Заказчиком преступления австрийская полиция считала главу Чечни Азана Кадырова, официального государственного деятеля и, что важно, фактического руководителя ряда официальных силовых структур России. В 2011 году в Лондоне при загадочных обстоятельствах погиб инфратор по делу Магницкого, юрист Александр Пиличный. В его желудке было обнаружено ядовитое вещество. В 2018 году сотрудники группы организовали покушение на Сергей Стрипаля в британском Уолсбере, в результате которого от боевого яда погибла случайная женщина, подданная Британии. В 2019 году в одном из парков Берлина среди Белодня Кир застрелил чеченского сепаратиста Залимхана Хангашвили. В последствии было установлено, что убийца был тесно связан с ФСБ. Существует серьезное основание полагать, что кроме убийств агонентов, Кремль занимается на территории Евросоюза откровенными диверсиями. Я говорю про взрыв в складе боеприпасов Чехии, в 2014 году в результате которого погибли двое чешских граждан. Кремль непосредственно участвует в вооруженном конфликте на Донбассе и Украине и ответственен за первую со времен Второй мировой войны аннексию части территории Европейского государства. Я говорю про Крым. Кроме того, доказано, что кремлевская администрация целенаправленно вмешивалась во внутреннюю политику западных стран. Достаточно напомнить начально сдокументированные усилия Кремля по вмешательству выборов в США в 2016 году. Известны и другие факты незаконного вмешательства, в частности, во французскую внутреннюю политику. Теперь коротко о странах. Германия. В числе стран, наиболее подверженных вмешательству со стороны Кремля. Российские чиновники и прокремлевские безумены занимаются лапизмом Германии. Кремль поддерживает связь с десятками депутатов Бундестага и общественными деятелями для продвижения своей внеполитической повестки. Российские представители были облечены в закупке компонентов оружия массового поражения для российских военных предприятий из Германии через фирмы прокладки. Работой занимаются связанные с Евгением Пригоровым, человеком из близкого окружения Путина, по нашему мнению, связанным с убийством трех российских журналистов и руководящим частной военной компанией, которые причастны к преступлениям в Африке, которые находятся под санкциями США. Эти структуры работают в Германии. Например, организация Афри, тоже под санкциями США, приглашала мельких деятелей для легитимации выборов в интересующих Кремль в странах Африки. С похожими целями ряд политических и общественных деятелей Германии ездят на выборы в России. Структуры Пригожно организуют территории Германии и формально не связанные с Кремлевым повестками мероприятия, чтобы нарастить влияние. Продвижением повестки Кремля и ультраконсервативных ценностей занимается экс-глава российских железных дорог. И в прошлом, как мы считаем, высокопоставленный сотрудник службы внешней разведки Владимир Якунин. Его институт «Диалог цивилизации» зарегистрированный в Германии используется для поиска союзников Кремля с европейских элит и для лоббирования интересов Кремля. У Якунина был, а возможно остается, источник в окружении Ангела Меркель, на который тот ссылается в своих докладах к Кремле. Немецкая компания «Сименс» тесно взаимодействовала с Якунином, во времена его работы в железных дорогах. Обвинение представителей «Сименс» в выплате взяток российским чиновникам стало предметом уголовного дела в Германии. Следствие в настоящее время не дошло до суда, и нам об этом неизвестно. Возвращаясь к убийству Захана Хангашвили в Берлине, Германия выслала двух российских дипломатов. В то же время на территории страны работает, по сведениям наших источников, не меньше двухсот внедренных агентов российских спецслужб. Эта информация известна и немецким программительным органам. Австрия. Бывший топ-менеджер «Вайркарт» Ян Марсалик, по данным нашего источника, вероятно, давно зарубован ГРУ и использовался спецслужбой для информации о западных политиках и силовиках. При поддержке россиян Марсалик занимался проектами в Ливии, где Россия участвует в военных действиях. В эти проекты были вовлечены немецкие и австрийские чиновники, а также высокопоставленный сотрудник австрийской разведки. Также Марсалик устраивал приемы для влиятельных западных политиков, в частности, президента Франции Саркадзи, чиновников и сотрудников спецслужб. В настоящее время Марсалик предположительно скрывается в одной из резиденций ГРУ в России, Франции. Эта страна использовалась в качестве базы для прокремлевских проектов, в частности, для фабрик троллей Пригожина. Мы предполагаем, согласно имеющимся у нас документам, что структуры Пригожина занимаются разжиганием антифранцузских настроений в африканских странах. Есть сведения, заставляющие нас предполагать, что была попытка провоцирования дипломатического конфликта между Францией и Италией. Во Франции, по нашему мнению, существует плеяда прокремлевских политиков, чиновников, общественных деятелей, экспертов. Один из наиболее известных – Тири Мариани, который за последние несколько лет посещал Россию более 50 раз, в частности, для наблюдения на выборах. Его выводы о выборах, по нашему мнению, резко сходились с реальностью. Как мы считаем, он тесно обвался с ультраконсервативным олигархом и пропагандистом Константином Малафеевым. Также с Малафеевым, по нашему мнению, сотрудничал Эмрид Шапарт, как до, так и после избрания депутатом Европарламента. Коллега Шапарт, Абрис Сорлен, как мы предполагаем, на базе инвестиций у нас данных, разрабатывал проекты по влиянию на ЕС и организовывал встречи кремлигарха и его людей с французскими политиками-активистами. О встречах сотрудники Малафеева докладывали в администрацию президента. У нас есть данные, которые дают основания предполагать, что, будучи кандидатом в евродепутаты, Шапарт договаривался о встрече с генералом службы внешней разведки по итогам своего участия и наблюдения на конферендуме в Крыму. Как мы предполагаем, на основании имеющихся у нас данных, впоследствии Шапарт взаимодействовал с Владимиром Якуниным, разрабатывал для него проекты и даже предлагал рейтинг, а также совместно с Якуниным проектом Шапарт планировал использовать свой доступ к Европарламенту. Греция. Сотрудники Евгения Пригожина приезжали в Грецию, чтобы следовать возможности влияния на политику страны и ЕС в целом. У нас есть основания предполагать, что они планировали поддерживать прокремлевских политиков на местных выборах, а также Константина Габриэдиса на выборах в Европарламент. На этой базе планировалось организовать прокремлевскую партию в Европе, а также использовать карман политиков, чтобы перераспределять средства ЕС в пользу российских компаний. Кремлевские политинологи отмечали, что на 2019 год было сформировано 15 политиков, ожидающих помощи Кремля. 12 из них действующие мэры, один кандидат в мэры, один действующий губернаторы, один кандидат в губернаторы. Также пишут о ней, существует еще около 30 кремлевских муниципалитетов, с которыми контакты налажены и требуют дальнейшей работы. Отдельно выделялись Салути и Афины. У нас есть документы, что кремлевские политинологи планировали усиливать антиевропейские, антиамериканские настроения среди избирателей. По нашему мнению, структура Пригожина тесно связана с ФСБ и Министерством обороны России. Чехия. По нашему мнению, высокопоставленных правительственных чиновников Чехии поддерживают тесные связи с лицами, афилированные с ближайшим окружением Путина, в частности, все с тем же Владимиром Якуном. Среди прочего, они посещают организованные кремлевские мероприятия, пропагандирующие антиевропейские настроения. Во внутренних документах прокремлевские политинологи указывают, что могут привлекать к внешнеполитическим мероприятиям членов Коммунистической партии Чехии и Моравии, и отдельно выделяют Сденека Андрачека. Кипр. Заместитель генерального прокурора Республики Кипр Эльни Лойзиту на основании переписки, которая утекла в 2017 году, у нас сложилось мнение, что она длительное время неофициально консультировала российские власти, предоставляла им внутреннюю информацию, а в некоторых случаях вмешивалась в дело производства в интересы Кремля, причем осознавая некорректность своих действий. Польша. Экс-депута Сейма Матеуш Пескорский, который в 2016 году попал под уголовное преследование по подозрению в сотрудничество с российскими спецслужбами, тесно контактировал с прокремлевскими политтехнологами и организациями как минимум с 2010 года, играл в том числе организационную роль в попытках Кремля продвигать свою повестку в Европе. По нашему мнению, документы, которые мы имеем, дают основания полагать, что кремлевские политтехнологи ставили ему задачи по поиску лояльных политиков в Европе и продвигали мероприятия с его участием на территории ЕС. Пескорский организовывал визиты европейских политиков на мероприятия Кремля, неоднако он наблюдал на выборах в России, а также в странах ЕС, как думаем, при поддержке Кремля. Кроме того, мы предполагаем, что он использовался для продвижения антиевропейских войск в Молдове во время попыток евроинтеграции. Литва. Литовская компания Solution Group была вовлечена в ряд медиа-скандалов, связанных с подозрениями во взаимодействии с приближенными пульами. В том числе с Ростехом, это компания господина Чемезова, и все с тем же упомянутым Пригожиным. Руководство компании эти факты отрицает. В компании работает такс-министр иностранных дел Вагидас Ушаскас, которого крыльевские политтехнологи по неочевидным для нас причинам обозначали как дурустного кандидата в президенты Литвы. Политик Альгердас Палецкис, который находится под уголовным делом обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами, общался с прокремлевскими агентами влияния как минимум с 2010 года, и, по нашему мнению, продолжил делать это, даже находясь под первым уголовным делом. Как и Пискорский, он участвовал в мероприятиях в Мудове, которые выглядят как антиевропейские. После того, как Палецкиса обвинили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, он, по нашему мнению, продолжил общаться с упомянутыми в уголовном деле сотрудниками разведки, а они, по данным нашим источникам, пристально следят за его уголовным делом и готовят вспомогательные материалы для него, обвиненных в причастности к событиям января 1991 года. В Латвии. Я бы обратил внимание на фонд Петр Авена «Поколение». Сам Петр Авен относится к числу сменов, по нашему мнению, наиболее близких к Владимиру Путину, и может использоваться для выполнения его учений. Кроме того, по нашему мнению, фонд был связан со структурами, находящимися под самцами. Существуют, по нашему мнению, достойные данные о финансировании латвийских местных организаций со стороны Кремля, либо напрямую через посольство, Дом Москвы, Россотрудничество, либо через связанные с властями фонды. Фонд «Русский мир», фонд защиты соотечественников за рубежом, фонд общественной дипломатии Горчакова. Директором одного из фондов, получавшего финансирование через эти организации, до 2002 года была депутат Европарламента Татьяна Сданок. Оставив свой пост, она, как мы полагаем, продолжала отправлять крупные пожертвования в фонд. Ее помощник Андрей Яковлев возглавлял «Балтик Ньюз», который финансировался компанией «Россия сегодня». Родственники Ковальчука, Юрия и Николая Токарева, люди из ближайшего окружения Владимира Путина, находящиеся под санкцией ЕС, владеют собственностью в Латвии. Токарев и Ковальчук являются основными звеньями схемы финансирования дворца, для Путина, о которых рассказывал Филин Навальный. Хочу еще раз подчеркнуть, часть сведений, содержащихся в материале искусственных источников, часть – результат добровольного предоставления данных со стороны разных людей. Полную достоверность этих данных мы не можем гарантировать, хотя мы лично уверены в их достоверности. Наш, мой центр даст общий вывод. Кремль активно работает в странах ЕС с политиками, общественными деятелями общественных. Причем цели этой работы расходятся с целями добрососедства и направлены на незаконное влияние на внутреннюю политику стран, в том числе путем провоцирования конфликтов, коррупции и физического запугивания. Взаимодействие европейских политиков, бизнеса и общественных деятелей с Кремлем должно оцениваться с учетом этой кремлевской политики. Отвечая на вопрос, как бы отнеслись россияне, если бы обладали полной информацией о том, что Кремль делает в Европейском Союзе, могу с уверенностью сказать, что информация, доходящая до россиян, о наличии собственности активов кремлевского уважающего окружения и их родственников в Европейском Союзе. Использование этих активов как на особую роскошную жизнь, так и для влияния на европейские страны, вызывают у россиян негативное отношение, потому что они прекрасно понимают, что эти деньги у них украины. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.